КОНЕЦ 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 Я больше не могу! Не могу больше! Ноги подкашем! Скоро будем дома! Скоро! Полный царицы наш виден! Вот здесь! Здесь вот мы с товарищем Сталиным в восемнадцатом году белых били! Где? Вот здесь! В руку, товарищ! Смело, товарищ! Завтра Новый год! Эй! Стой! Эй, Петров, бежать решил? Вот тебе за коммунию, проклятый! Так со всеми вами расправу сделаем! Папа! 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 Мама! Мама! Здравствуй, Михайловна. Здравствуйте, Карл Иванович. Что задумалась, Михайловна? Хозяин с дочкой поджидаю, Карл Иванович. А-а-а, супруга. Давно не видал Стефана Евдокимовича. Привет ему передай. Небманы проклятые жить не дают, шкурадеры. А вот зажигалки кому зажигалки дёшево продам. Кому зажигалки начал трясти, домой не нести, кому... О, Варварушка, сестрица, давай подмогну, что ли. Купцом заделался Иванович. Ну а что поделаешь, завод стоит, угля нет. Новым годом. Да не до новых годов мне нынче. Что так? Степана не дождусь, третий день. О. И Олюшка с ним. А где Степан-то? Да по земельным делам послан в район. Ну? Кулак сильно озорует. Ну что ж ты, своего супруга не знаешь, что ли. Пока полный социализм население утвердит, нечто вернётся. Вот девчонку-то зря с собой взял. Давай подмогну, что ли. Да не надо. Да давай. Сашка-то дома? Дома. Ага. Не пойду. Только ругаться с ним буду. Чего вы не поделили? И в кого это уродился такой интеллигент? Пустишь ты, не кричи. И так, неприятностей у него много. Устал человек без работы. Да. Нашему брату без работы трудно. Мама? Мама, это ты? Я, сынок. А кто с тобой? Дядя Иван пришёл. Здорово, племянник. Здорово, дядя Иван. Давно не виделись. А ты что ж, Саш? Опять за свои чертежи сел. Может быть, когда-нибудь пригодятся. Да. На бумаге-то у тебя красиво получается. Всё рисуешь, да на стены вешаешь. Выходит, и учить тебя незачем было. Получается. Здравствуйте. Давно не видалец. А что же прикажешь делать? Болтать вместе с вами. Я человек беспортийный, мне это ни к чему. А стены украшать к чему? Тоже мне дело. Довели Россию, чёрт знает до чего. И кричат демократия, диалектика, индустрия. Какая у вас там индустрия? У вас одна индустрия болтовня. Готово. Получай свою индустрию, Варвара. Я-то чего-то. Саша! Саш! Сергей опять с Анатолием Липским схватился. Это с каким Липским? Который на обеде в газетах писал, что ли? Дать ему, сервецу, пуху! Дать! Александр Тепанович! Давай-давай! Что вы сделаете? Александр Тепанович! Домой! Кула! Мелкота! Тоже мне Троцкий и Бухарин. Подумаешь, делегаты съезда? Вижу и у вас тут дискуссии. А чем мы хуже других? Ксенечка, что у них там произошло? Понимаете, Александр Степанович? Анатолий Иванович утверждает, что дело партийных низов постановлять, а дело ЦК исполнять и поменьше рассуждать. Ну, Сережа, как вскинется? Да дело не в том, вскинулся я или нет. Но ты, Саша, сам посудишь, что он говорит? Он говорит, что нам суждено унавозить почву только для другого капиталистического общества. И в доказательство, знаешь, что привел? Последнее выступление Троцкого. Саша, потому что я ссываюсь на его авторитет. А на кого мне прикажешь ссылаться? Да ты ссылайся на Ленина, на Сталина. А ты знаешь, почему ты такой несгибаемый сталинец? Знаешь, почему? Вот, по знакомству. Саша, ты что, с ума сошел? Чему равен квадрат гипотенузы? Ну, отвечай. А когда произошло крещение Руси? Эх, вы, а еще в политику лезете, судари мои. Рано, голубчики. Чтобы толковать о России, нужно еще кое-что знать, кроме цитат из газет. Заговорила Россия. А как? Ну так же. Триста лет молчали и вдруг заговорили. Семечки лузгуют тоннами, слова сыплют вагонами. Слово катится, фабрика валится. Слова раскатываются, завод разваливается, слово бежит, а работа стоит. Я пойду домой, Александр Степанович. Разве можно тут по-человечески разговаривать? Никуда я вас столе не пущу. Партийная часть не возражает против перемирия между фракциями ввиду наступления Нового года? Принимается единогласно. Что же вы аж так задержались, Варвара Михайловна? Да не говори, Ксенечка. Вся душа у меня изболелась. Да, Варвара Михайловна, я вас и не поздравила. Сережа-то сдал семестр на отлично. И вообще все от него в таком восторге, в таком восторге. Ну, и по истории, и по математике. Да, по всем предметам. Вот это праздник! Сережа! Прохвост! Ну, дай я тебя расцелую. Мамочка, поздравляю. Вот это праздник! Ксенечка! А как ваши успехи? Да и я, и Анатолий, и все мы. Это только благодаря вам, Александр Степанович. Если бы вы с нами не занимались, мы знаем, как бы мы выскочили. Всегда ты меня обрадуешь. Ксения, сыграла бы ты что-нибудь. Ой, нет, я домой побегу, маму обрадую. Нет, нет, никуда мы тебя не пустим. Ну, 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 что? Это что, твоя ученица, что ли? Моя. Ну, девушка, ну, сыграйте, Ксенечка. Ну, сыграйте. Да не хочется. Ну, как? Давайте лучше споем все вместе. Споем, верно, верно. Давайте-ка споем, братцы. Эх, русская песня. Она, брат, даже врагов помирить может. А ты чего ж невеселый? Эй, что ж, знаешь, как говорят, под Новый год кто невеселый, тот весь год невеселым будет. Да ну их. Хотел было поговорить с Анатолием как следует. Да ну уж. Эй, петухи, петухи. Ну, давай, давай споем, давай споем. Мне пить неохота. Ну, давай, давай, ну, запивай, запивай, ну. Давай. Тут война пошла буржуазная, огрубел, обозлился народ. И по винтику, по кирпичику растащили весь этот завод. И по винтику... Песенка многозначительная. Это ж ж, я сам сочинил, что ли? Есть, правда, и такая довольно отсталая песня. Ксеночка. Песня. 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 Саша, да, Саша, с Ксенией у тебя на два голоса. Хорошо получается. Кто там? Саша, это отец. Оленька. Дочка, что такое? Отца убили. Голубки, мой, ты, Степка. Папа, Степка, Степка, Степка. Варя, слушай, Варя, Варя, письмо, письмо это отвези сама и отдай ему, Ленину, Ленину. Степа, 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 Степа. Бабка. Сделаю, Степа. Передам сама. Да пустите меня, милый. Мужу у меня кулаки. Да нет его здесь. Да мужу у меня кулаки убили. Письмо принесла к Ленину. Горки, ступай, мать. Там он. Горки. Что он не сказал? Что он сказал? Горько, как говорит он. Ну как, Владимир Ильич строгий? Примет ли? Что ты, простой человек, Ленин. Рост у него, вот его. А глаза у него такие ясные, чистые, ласковые. А улыбка такая, что на душе теплее. Как самому себе все рассказывать. Ничего не бойся. Я его в семнадцатом у Петрограде бачил. Всего у меня я к торбу раскрыл. И чего казать не хотел, все одно казал. Удержаться нему. Пристальный человек. Я до него большую убыду несу. Все с бедой. Все за подмогой. У меня кулаки мужа убили. Нес письмо к Ленину. Догнали. Вот оно. Письмо. Дорогой Владимир Ильич. Страшно назвать имена людей, которые зверствуют над народом. Кулаки по их указу распяли у нас одного бедняка. Ну-ка покажи. Распяли. Это же про меня. Другого объявили сумасшедшим. А? В больницу определили. Это какое место письмо? Это у Азбекистана дело было. Я сам такое дело имел. Погоди, погоди. Читай, читай. Читай. Кулаки убивают, зверствуют над народом. Они белыми... Прогулки прогуливайтесь, шатайтесь по белому свету. Милый, да никуда мы не шатаемся. Что ты? Да ну. Не пили, не ели, и двоноги несут. К Владимиру Ильичу мы. К Ленину? Да. Нет. Нет его. Нету. Что ты выдумал, гад проклятый? А, сейтан, убью! Мама. Что это? Что он сказал? Молчи, дочка, молчи. Как же так? Как же так, чтоб его не было? КОНЕЦ 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 Игорь Негода! Да, кончилась Великая Эпоха. Все надо теперь пересмотреть заново. Кончилась Великая Эпоха. Нет, нет, не пишите. Вы зайдите через час, некролог будет готов. Хорошо, товарищ Бухарин. Мы соберемся с мыслями, переговорим кое с кем через час-два. Я зайду к вам, товарищ Камьев. Теперь Бухарин с Каменем и все Ижи с ними начнут кричать, умер Ленин, нет больше Ленина. И будут пытаться раскалывать партию. Да, попробуют продавать страну оптами и розницу. А получаться, конечно, прежде всего на Сталина. А кто позволит? Сталина партия знает не с вчерашнего дня. Сплотить вокруг ЦК вселенские силы без этого развала. Правильно. Ноаааа! КОНЕЦ 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 Товарищ Сталин, от вас нет еще некролога. И не будет. Как? А вот видите, паломничество десятков и сотен трудящихся. Пройдет некоторое время, и вы увидите паломничество к товарищу Ленину представителей десятков и сотен миллионов трудящихся. А как же с некрологом? Если очень необходимо, напечатайте мою статью, написанную ко дню его 50-летия. Такие люди, как Ленин, не умирают. Он жив и будет вечно жить среди нас. Ленина мы никому не отдадим. И завещаны им. Никому не уступим. КОНЕЦ Уходя от нас, товарищ Ленин завещал всеми силами укреплять союз рабочих и крестьян. Дадим клятву, что мы с честью выполним эту его заповедь. Это Сталин клятву дает. Мы тоже дадим. Клятву дают. Клянусь. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь. Клянемся. Русские и украинцы, башкиры и белорусы, грузины и азербайджанцы, армяне и дагестанцы. Клятва дают. Клятву дают. Не знаю сам. Есть сила и нет силы. Избавляй нашу республику совету. Не коммунист я. Неграмотный. Не вылазок врагов рабочего класса своей беззоветной преданностью. Ты да я да все с нами, тебе и упасть некуда. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять и расширять Союз Республик. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь. Клянемся. Клянемся. Жизнь отдаю. Ленин неустанно указывал нам, что укрепление Красной Армии и улучение ее состояния является одной из важнейших задач нашей партии. Поклянемся же, товарищи, что мы не пощадим сил для того, чтобы укрепить нашу Красную Армию, наш Красный Флот. Клянемся. Клянемся. Ложь и клевета стоустой буржуазной печати неизменно падали на голову нашей партии на протяжении четверти века. Кромадным утесом стоит наша страна, окруженная океаном буржуазных государств. Волны за волнами катятся на нее, грозя затопить и размыть. А утес все держится непоколебимо. В чем ее сила? Не только в том, что наша страна держится на союзе рабочих и крестьян, что она олицетворяет союз свободных националистов, что ее защищает могучая рука Красной Армии и Красного Флота. Сила нашей страны, ее крепость, ее прочность состоит в том, что она имеет глубокое сочувствие и нерушимую поддержку в сердцах рабочих и крестьян всего мира. КОНЕЦ КОНЕЦ Рабочие и крестьяне всего мира хотят сохранить Республику Совета, так стрелу, пущенную верной рукой товарища Ленина, встану в работу. КОНЕЦ Эй ты, техника, давай подвезу, подвезу. Вот он. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Что же это получается, товарищи? Хотели вас порадовать трактором, а вы его сами нам подвезли. Ой, одно маленькое слово хочу сказать, товарищ Сталин. Ты наш Лелин. Какую гору имею, тебе несу. Какую радость имею, тоже тебе несу. Вот такое слово. Хановский холопок такой красиво не был. А наш пролетарский холопок, два раза его красиво. А ему воды нету, а рык сама не пойдет. Его руками сделать надо. Кэтмен надо, кэтмен сделать, железо надо. А железа у нас нету. До сих пор не поняли, что в основе всего металл. Ну, конечно, свечи. Зашевелился кулак, товарищ Сталин. Вот, глядите, руки мои. Вот, вот. Распят был? Ногу прострелили, отнять пришлось. Ну, наши и говорят. Валяй, Сёмка. Ты, человек ломанный, тебе все одно не мужиковать. С одной ногой, дискать, не хозяин. Валяй, проясни дело. Ну, а я что ж. Ну, и прояснили? А как же? Как я вас услыхал, товарищ Сталин. Мандат в руку и голосовал. Жив Ленин. Теперь вернусь домой. Доклад сделаю. И в пастухи. Да, конечно, и пастухи тоже нужны. Но с моей точки зрения, вам бы в председателе сельсовета надо идти. Да куда уж мне, товарищ Сталин, с одной ногой не хозяевать. А разве в сельском хозяйстве только ноги нужны? Народная поговорка учит. Главное, береги голову. Ее потеряешь, навеки калекой останешься. Не дают иной раз головой работать, товарищ Сталин. ЦК докладывает, что все хорошо. А на самом деле извращают ленинизм. А вы откуда такой философ? Из Кутаисии, товарищ Сталин. По какому делу в Москве? Письмо привез в ЦК. Партийные дворяне замучили. Жить прямо не дают. Как? Партийные дворяне? Здорово не окрестили наших именитых. Да. Чем на такую чепуху тратить время, уж лучше покупать в Америке. Здравствуйте, товарищ Бухарин. И дешевле, и быстрее, да и качество крепче. Хоть плохо, да свое. А какая, не скажете ли вы мне, разница между чужим и своим плохим? Да ведь свое отечественное, надо начинать. Товарищ Ленин мечтал о ста тысячах тракторов на наших полях. Да, машина еще слабовата. Но зато хоть голос подает, и за это спасибо. Не сразу все делается. С той техникой, что у нас в руках, и такую машину едва собрали. А значит ли это, что мы должны опускать руки? Создадим техническую базу и начнем строить прекрасные машины. Машины, которые сами будут делать хорошие машины. Это вы, Варвара Михайловна? Я. Вот она, нашлась наконец. Ага. Но раньше надо расчистить дорогу для стройки. Не разбив оппозиции, нельзя добиться превращения нынешней России в Россию социалистическую. Письмо вашего мужа оказало неотенимую услугу нашей партии. Я помню его во время обороны Царицына. Отличный был коммунист. ЦК уже дал указание. О производстве следствия по делу об убийстве Степана Петрова. Это выстрел в партию. Имейте ввиду. Народ в Царицыне требует суда. Народ? Народ судит. Значит, мне надо быть там. Просто смешно теперь вспомнить. Идет трактор по Красной площади. Маленький, слабый, еле ползет. Гайки на ходу теряет. И многие тогда говорили, что этот трактор конец всей затеи. Сталин сказал, что это маленькое начало великого дела. Заводы теперь будем строить. Ну, так что же в конце концов решено? Ну, заводы, а потом... Дело не только в заводах. Мы начинаем плановое строительство. Плановое. Да ты послушай, что Сергей-то говорит. Строиться начинаем. Мы очень заняты. В ближайшие годы до 20 тысяч тракторов. Так что ли? Да-да. Нет, погодите, погодите. Вы сами-то понимаете, что такое машина. Это, во-первых, рудники, шахты, заводы, которых кот наплакал. Это, во-вторых, культура труда, которой тоже пока что не видно. Без металла, без инженеров, без опытных рабочих. На пустом месте вы хотите в ближайшие годы построить передовую промышленность? Да и построим. Это же прожектерство, это же лозунги они делают. Вот и всегда так, Александр. Честное слово. Как лоскутное одеяло, ей-богу, весь из лоскуточков. В Москве, брат, виднее. Да, Англия, Америка, потратили сотни лет на создание передовой промышленности. Ну? А вы все хотите это за годы, за десятилетия? Ну и шо, что Англия? Англичане действительно народ серьезный, а мы русский ловчей. У нас рука легкая. Ей мозговая косточка есть. Сама рука песни поет. Так что ли? Да. Что это? Мама плачет. Не могу я слышать, когда мама плачет. Самому плакать хочется. Оля, Оля, успокой маму. Можете выплачивать. Степа, так трудно мне. Трудно мне без тебя. Жить бы тебе, да жизнь. Одна ведь я и деть. И отец, и мать. Не надо, не надо, мама. Ты что, Сашенька, устал? Не понимаю, мама, не понимаю. Ведь это же не жизнь, а сплошной митинг. Да ты что? Что ты говоришь? Ты опомнись. Все честные люди в партию пошли. К Сталину, а ты... Не надо, мама, не надо. Да ты ошалел. Растили тебя. Растили на последние гроши. Артур Маминный какой. А ты большого ума заговариваться стал. Мама, мама, я хочу работы. Большой, трудный. Чтоб некогда было оглянуться, некогда вздохнуть. Ну, надоело. Надоело. Надоело рисовать и на стены вешать. Не торвешь, что надо. Ты за душу схвати, сдорвани ее покруче, долг крови. Такие люди, как ты, Саша, сейчас, ох, как нужны и будут. Ты пойми, милый, в родном нашем Сталинграде начинаем... Оставь, дядя Иван, куром на смех. Где? На этих бахчах? Вот на этом болоте? Именно здесь и начните. Места много. От этого берега Волги до Мамаева, Ургана все придется занять. Вон там хорошие парки разбейте, а здесь жилы и дома построите. Почему именно здесь? Не понимаю. От Ивана Третьего мы всегда на запад, а теперь на восток, на Урал, в тайгу. Ничего не понимаю. Места здесь обширные. О, Волга рядом. Вот тут мы с товарищем Сталином в 18-м году белых били. А до нас не то Стенька Разин, не то Пугачев суд свой вершили над помещиками. Вот и выходит, что место это священное. Священное, это священное. Но надо верить. А может, действительно выйдет? Там может быть, Александр Степанович. Здесь никогда. А ну вас. Ох и паскуда, что ж ты, Анатолий? Это мое мнение. Ты возьми мозги в руки, да и подумай, как человек. Что было? Наши вилки из Германии возили нам. Станки из Америки до Англии. Парахлишки из Франции. Ежели побриться и то шведскую бритву завозить, так что ли? Дело это нет, я тебя спрашиваю. Нет, дело, отвечаю. Чем-то тысячи вверх киселях хлебать. Свой кисель и свою кашу есть будем. Поздно, милые, спорить. Работать надо. Взялись помогать Сталину, надо помогать. Верно. Крепость из нашей России сделать надо. Крепость. Поздно, милые. Саша, а это что? Стена литейного цеха. Вымеряй. Сколько, Сережа? Четыреста. Четыреста метров, сын. Четыреста метров. С ума сойти. Да что ж удивительно. Да ты не отклоняйся, вымеряй точнее. Да я не отклоняюсь. Фантазия все это. Что? Какая фантазия? Какая фантазия, я тебя спрашиваю? Вы меня тут с вашими разговорами не напутаете. Наше дело строить, а не удивляться. Да. Сережа. Да, но они хотят сначала строить ноги, не зная, какой будет живот. А потом строить живот, не зная какую, посадят на него голову. А это они? Не знаю, наши руководители, что ли. Не нравятся мне ваши разговоры, Липский. А вы что-то быстро перекрашиваете, Александр Степанович. В редиску превращаетесь. Сверху знаете красненькое, а внутри беленькое. Эх, дурак. Мама, тамбовцы. Тамбов. На седьмой причал. Послушайте, как это место? Калининградский тракторный, милый. Мама, иностранец какой-то. Пожалуйста. Где здесь отель офис? Контора. Конторы нет никакой. Да какая там милая контора. Да ведь все и так, видать. Вон цеха, а там парк. А зачем тебе контора? I am Rogers, American correspondent. Мама, это тот самый американец, о котором Саша говорил? Как вы делаете? Паспортик, на десятом причале! Но вы показывать, гайд, where I must работать. Провожатор. Чуть я не пойму. Провожатор, please, показывать. Показывать? Это с удовольствием. Показывать. Вот тут у нас, значит, цеха. Василий Иванович, нужно подбросить цемент. Тон или две? Вен. Сейчас подведем. Поскорее, позовите Гришу. I tell you, скандал на весь мир. I'm your correspondent. Я уже сообщал в своей газете, что Фанышин уже готов. И наобдруг новый программ, новый проект, скандал. Вам все у нас кажется странным. Трудно объяснить читателям происходящее. Но мы это сделаем в срок. Какой же скандал на весь мир? Скандал, скандал. Это компромиссис? Мой авторитет, корреспондент. Чего это, американец, хорохорец? Он говорит, что по новому проекту перейти от 20 тысяч тракторов к 40 тысячному плану. Нужно построить новый фундамент или поднять его? Ну что ж, он верно говорит. Тоже захотели. Аппетит появился на 40 тысяч. Не, брат, из этого дела ничего не выйдет. Не, 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 не. Это решение партии. Ну? Его товарищ Сталин подписал. А-а-а. Товарищ Сталин подписал? Ну, тогда, тогда пойдет. Выйдет. О, мистер Ан-Милов. Гляди-ка, бежит Америка. Вот черт толстый, как нашим делом завлекся. Будто советской. Не, он ничего, мужик. Деловой, да. И водку пьет подходящий. Мистер Ан-Милов. А-а-а. Дуй, дуй. Дуй, дуй, дуй. Уже. Уже. Бай, берегу. Уже. Сталинград трактор факторе буду. 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 Буду послать Америка. Рабочий хорош. Он ли СССР? Нет Европы. Америка, советку двое. Золотные руки. Мой кузнецик. И тут наш молод. И тут наш молод. О, 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 о. 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 Мама, пишет, что мы не успеем построить завод срок, а он уже готов. Эх, Роджерс. Узнаешь? О, о, о. Это дядя. Что же ему нос такой перерисовали? Художественная ретушь. Видали? Видали? А? Во. Во. А, опоздал. В удвоенном размере. А что, ничего? А что, хорошо. А чего? Это не ты, а твой нос. Вы так срючил. Тш. Ух. Проснулся, маленький. Эй, здорово. Видал? Все, все. А, ну-ка, дайте мне его. Ах, проснулся. И правильно сделал. Разве можно спать в такую хорошую погоду? Эй, ты. Сынуха маленькая. Петр Александрович, пойдем, я тебе покажу наш завод. Вот, вот он, да и вот Саша. Смотри. А? Это было время, когда мало кто верил, что это может стать реальностью. Эй. Ть, ть. Поднай. Фу. А. Ть, ть. Ть, ть. Ть, ть. Harborи. Ть. Ть, ть. Ть, ть. Ть, ть. Ть, ть因为… Здравствуй! Как? Люди есть? Есть. Надежные? Пойдемте сами увидим. Пойдем. А ведь мы скоро наш завод построим, да? Да. И вы уедете к себе в Грузию? Покиньте наш Сталинград. Не знаю. Сколько человеку надо иметь слов для счастья? Всего три слова. Но как трудно их сказать. Да. Что да? Конечно, трудно. Может, поедем на остров? А вы думаете, Георгий, на острове эти слова легче произносятся? Поедемте. Поедем. Что-то случилось. Георгий, наш страх горит! Поедем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Зачем же все так? Зачем же все так? Даша! Даша! Коля! Не векал моих! Даша! Сережа! 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 ДАНЫ КОНЕЦ О, Голюшка, батюшки, кури ты мое, Голюшка, деточка моя. Кровью, кровью платим за каждый шаг свой. КОНЕЦ Остановить нас хотите, а мы не остановимся. Ни почем теперь не остановимся. КОНЕЦ Рождались новые гиганты великой советской стройки. Входил в строй первенец первой пятилетки. КОНЕЦ 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 Победителем времени. Большие каналы пролегли по пустыням Средней Азии, превращая в цветущие поля сотни тысяч квадратных километров некогда бесплодных песков. Победителем. Это была победа великих идей великой сталинской эпохи. В те мирные дни часто созывал Сталин представителей с мест. Они съезжались в Москву точно на праздник. Победителем. 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 Возьмите меня. Чего вы меня не берете? Культурный человек на тысячи верст, видно, который культурный человек свое место держит, чужое место не держит. Отстали человек, на один чужое место лезет. Что вы даже не чупляетесь? В трамвай, мечи шоу. Совесть в карман положили, а? Ха-ха-ха! Свою шоу! Здорово! Здорово! Давно в Москве. Что ж я тебе на съезде не бачу? Слыхал самого? Конечно, слыхал. Слушай, наверное, скоро война будет, а? Большое предупреждение он нам сделал. Вчера бы по нам посидеть. Побылакать. Вот это верно. Конечно, надо. Ну, ни один час не имею. Возвчера на один доклад пошел. Вчера синий птица смотрел. А завтра еще заседание пойдет. Вот и здесь, а! Помхать его! Ну как, понравилось? Ну, как сказать, симпатичный сказка, конечно. Но он немножко продовольственного уклона имеет. Ха-ха-ха! Слушай, он, говорят, сам будет выступать. Да. Идем скорейше. Пойдем, идем. Вишь, смотри, вон Георгиевский зал. Где, где? Вон там, видишь? Смотри, Грязодубова идет. Стаханов. Стаханов. Вон. Куда же это мы с тобой попали, а, маменьки? Мама, это святынисей. Папка, папка, я знаю, где встали, Сережа! Хулиган-то я так, а! Заморочит он нам гнула, а! А ты такой, что ли, был? Все вы с детства разбойники. Сережу не видала? Да. Да вот они здесь были. Вон они, мам. Ох, ты такой, ты такой, ты родной! Сколько лет тебя не видали! Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Дядя, дядя, смотри, Папанин! Петя, ну куда ты? Дядя, дядя, а вы так радостный? Нет, дедка милый, я игрушечный, заводной. Когда как повернешь, так, и пошел. Видишь, так? Вот здорово. Как ты попал крепко? Где твоя мама? Вон там. Познакомь меня с папой и мамой своей. Пойдем, дедушка, пойдем. Ну, ваш сын замечательный. Учите его. Старайтесь, помахайте ему в жизни. Он будущий герой. Спасибо вам, что такого сына на свет пустили, чтобы он был герой поспитывать. Будешь герой. Иван, спасибо. Какие яркие портреты, правда? Кто это нарисовал, а? Репин. Я тебе уже говорила, Репин. Сталин! Нам твердили, что рабочий класс, разрушив буржуазные порядки, не способен построить что-либо новое взамен старого. А мы доказали на день, что вполне способны не только разрушить старый строй, но и построить новый социалистический. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, товарищи, что наш народ действительно неплохо поработал и заслужил огромное уважение всего человечества. АПЛОДИСМЕНТЫ Усаживайтесь, товарищи, усаживайтесь. Нам сегодня обещали неплохой концерт. Посмотрим, чем нас порадует наши мастера искусства. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Климент Ефремович. Аж совестно мне чего захотелось, Климент Ефремович. А чего именно? А ты, Иван, не того, не здорово хлебнул. Я-то? Да. О, Господи. Забыли вы меня, Климент Ефремович, ай как? Под Царицыным на мечетке, чтоб перед атакой плясал. Это я помню. И вот сейчас именно этого захотелось. Знаешь, так по-царицынски сплясать. Как смотрите? Вот нашему Ермилову сплясать захотелось. Да он чего-то стесняется. Плясать? Ага. Аж совестно мне, ей-богу. Но такое горячее желание, внух не удержу. А что бы вы хотели сплясать? Ежели возражений не будет, я бы старую парню сплясал бы, его свистерилович. Это чтобы душу отвезти. Парню? Так точно. Парень хочет. Как вы думаете, можно ему разрешить? Я думаю, можно. Вот мы между собой так втихомолочку порешили. Что можно вам разрешить? О, как что? Спокойно, что благодарю. Пожалуйста. Будьте добры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сроду такого счастья не было Дети мои тоже ждут Он Невестка Внук А я гляжу на них И себя вспоминаю Да я ли это Варвара Петрова Простая женщина Чем была Да какой стала Жалко уж не очень тех годов Когда мы со Степаном Дурачем жили Поздно очень уж мы Обольшевичились Годам это к сорока пяти Ну а ежели бы нам Да такое развитие как им Это уж Была б я в один год В партии с вами Свободна была Зачем же себя напрасно Проработать Варвара Михайловна Конечно Слух иной раз Этого и не скажешь Но Между нами говоря Мы Неплохо поработали И Их тоже Кое чему научили Да жизнь то им сделали Что говорить А что я вас спрошу У меня у старухи Всегда так У людей радость А у меня тоска Не было б горя Вот говорят А что Будет война По всему видно Будет По всему видно Не миновательно А ну и лучше Иосиф Иосиф Иосифович Чтоб при нас она была Мы народ испытанный Привыкли из трудностей выходить Чего только не вынесли У нас спины крепкие На наших бы хребтах И отвоеваться Им тогда Полегче придется Значит Готовятся Готовятся Варвард Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, Штарлы, надо быстро свертываться. Никаких Америк. То есть как? Нас оставляют один на один с Гитлером. Неужели и Франция? Франция? Вы же знаете, что такое Франция, Бона и Лаваля. Вот. Пойду! Приехал министр? Месье Боней! Месье Министр, прошу, сюда. Вы хотите посадить нас поближе к сцене? А не шумно ли будет? Нисколько, Месье Министр. Там, видите, немножко близко к нацистам. А у окна наши левые. Что-то много у нас развелось с друзей Гитлером, Месье Министр. Как мух перед дождем. Что-нибудь обязательно случится. Вы, Грегор, я вижу сторонник антигитлеровской коалиции. А да, как же иначе? Всякая коалиция против Гитлера – это война, неспа? А вы знаете, Грегор, что такое война? Там бы, Месье Министр. Вот именно. А это нам не подходит. Ах, Машер Селести, я иногда думаю, что лучше быть оккупированным Гитлером, чем... Чем большевиками. О, ты хочешь отгадать мои мысли, Крошка? Я хочу сказать, что лучше быть оккупированным Гитлером, чем тобой, моя радость. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот от этой сволочи зависит судьба мира. В 1939 году Франция, преданная своими продажными руководителями, оказалась под сапогом Гитлера. Пал Париж. Гитлеровские орды хлынули в Западную Европу. В 1941 году фашистские полчища вероломно напали на Советский Союз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, племянничек, до свидания. Пороху. До свидания. До свидания, Сережа. Ну, да, грустно как-то. Ты уезжаешь, а я остаюсь. Рано меня в старики записали. Чего-ничего. Вот увидишь, мой прогноз оправдается. К зиме все кончено. Ну, сынок, где это видно, чтобы война скоро кончалась? Маночка, вы останьтесь, я провожусь. Да нет, давай я. Ну, Сережа. Сережа. Чуть-чуть. Давай, давай. Осенью 1941 года немецко-фашистские армии приблизились к Москве, рассчитывая взять ее с хода. Гитлер уже назвал сроки захвата Москвы. Господа, перед нами Москва. Замечательный день, исторический дат. Алло, алло, Берлин, слушай, мы в Москве. Мы в Москве, алло. Господа в Москве. Гитлер по радио всему миру сообщил, что немецкие войска вступили уже в Москву. Там иностранный корреспондент интересуется нашими делами. Примите его. Здравствуйте. Здравствуйте, мистер Сталин. Пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Я слючу за Советским союзом, потому что 17 лет. Я видел Ваша страна преодолевающей раны гражданской войны и разрухи. Видел также период индустриального роста. Я верил в Ваше дело, я боролся за него у себя дома. Но сейчас не скрою, мне тревожно. Вы хотите сказать, что сейчас уже не очень верите в наше дело. И как добросовестный врач вы приехали проверить наш пульс. Ну и как? Я всегда говорил с Вами очень искренне, мистер Сталин. Видела эта ошибка, задерживаясь так долго в Москве. Немцы рядом и, больше того, они почти вокруг Москвы. Погода же нелетная. Вам будут предоставлены все возможности вылететь в любой магазин. Я говорю о Вас, мистер Сталин. По-моему, в этом нет никакой необходимости. Тем более сейчас, мистер Джонсон, накануне победы. Каждый раз, когда я говорю с Вами, Вы задаете мне столько загадок. Очень жаль, что за 17 лет Вы не отгадали ни одной. А что же сказать про тех, кто не знает и не любит нашей страны? Москва не будет сдана. Клянемся перед Родиной. Клянемся перед Родиной. Правительством. И великим полководцем Сталином. Будем защищать родную землю. И сердце наше. Сердце нашей Родины! Сердце нашей Родины! Москву! Будем защищать сердце нашей Родины! Москву! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Время, Санкт-Петербурга Валерий Петровне Ай! Эй! Эй! Физер! Потерпев поражение под Москвой гитлер приказывает фельдмаршалу фон Паулису прорваться к Волге и захватить Сталинград. Воспользовавшись отсутствием Второго фронта, фашистская военщина собрала все резервы под метелку и бросила их к берегам Волги. Третий месяц шло сражение в Сталинграде за каждую улицу, за каждый дом. Железо устал, камень устал, одна она не устал. Человек она. Все устал, один человек не устал. Мама, это который сегодня? Десятый. Так. Отлично. Чего отличного? По сотне давали, и то не радовались. Эту колонну веду я. Саша, я с тобой. Нет, нет, Ксенечка, ты нужна здесь детям. Береги себя, Сашенька. Ты что, мама, в Крыму на пляже? Да мне жарко, сынок, не то что. Слушай, Саш, ну смотри там, не оплошай, дорогой. Тут уж жалеть себя не приходится. Не подведем. Ксенечка, милом. Ксена-ксенек. АТМИШЕВЛЙЕЙЯ Кfy站. Красная музыка Saint-K��. jog impossibel. Красная музыка, Сашенька. Там на пляже. Ксенечка. Доblicа. Ксенечка. До musical diu Steam verlес desde luego. Успpton слева. Трудно, Саша, трудно. Человек он не военный. Что? Почему не военный? Чего трудного? Под немцем-то еще труднее, а? Выдумало тоже. Не военный. Кто теперь не военный? Все милые обвоевались как следует. Вы такая стали, мама, что вас не узнать. Вам никого не жаль. Вы какая-то бессердечная, деревянная стали. Да не мы одни. У Филимоновых двое погибло, а у Зуевых четверо. Ткаченко! Ткаченко, включи! Русс! Вставайся! Русс! Вставайся! Русс! Русс! Псцц! Слез! Он не заинтересован! Удак у вас! Удак! А что? Весельдмаршал, севиле гефанги, стаинем тангу, Гриффинс. Речьте, вы? Нет. Я тоже говорю по-русски. Русский инженер Человек старой культуры И самостоятельный образ мыслей В прошении царицы Есть люди вас знающие Это есть ваши друзья Мои друзья Не могут быть здесь Мои друзья там К чему весь этот бессмысленный энтузиазм покойников Лишь мертвы, мертвы все до одного Вы хотели Раздробить наше единство И просчитались Оно монолитно Вы хотели стать господами И расширить свое жизненное пространство Но в нем вы найдете себе могилу Вас надо отправить К психиатру Раус Вы в могиле Поймите вы и ваша армия Кромадным утесом стоит наша страна Волны за волнами катятся на нее Грозя затопить и размыть Никогда Сашенька Сынок твой, милый Миллион нас потерей Не я одна Бабушка, бабушка Ты чего плачешь? Что ты, петушок Когда ж ты видал, чтоб я плакал? Снег запорошил всю Ветрищ Немцам я вас не отдам Деточки мои Не бойтесь Не бойтесь Деваши, скольку Говори, точку Костьми лягу Не пущу Руки гордкие Ты что, мать? Ранена? Нет Стой на смерть Войска Донского фронта Подошли к городу Значит Сегодня Донской фронт И Сталинградский Встречаются Непременно Да Сталинград свое дело Сделал Бойцы Покрыли себя Не выдаемой славы Фашистские мерзавцы Попали в стальную ловушку А как там Танковая армия Попаленного Гитлеровского стратега Найнштейна Все еще хочет Прорвать кольцо Да, Иосиф Виссарионович Пытаются Не щадят Своих людей Усильте нажим И бросок в степь Доколотите их там Оборонительный период войны Закончился Отныне Мы наступаем КОНЕЦ Пошли, пошли. Хватит вам гулять. Пойдемте. Пошли, пошли. Не туда. Иду. Бабушка, бабушка, смотри, белый флаг. Бабушка, смотри, сколько много пленных. Бабушка, смотри, сколько много пленных. Бабушка, смотри, сколько много пленных. Выстрел, родной мой. Бабушка, смотри, сколько много пленных. Спасибо вам, Барбара Михайловна. Спасибо. От имени Водиной. Как мы думали, Иосиф Василий Иванович, так по-нашему и вышло. Выстрели мы. Клятву свою сдержали. Да. Сдержали. И все потому, что вы, а вместе с вами миллионы советских матерей, вырастили отличных сынов. Кровь, политая нашим народом, даст великую жаду. Человечество никогда не сможет забыть того, что наш народ сделал для его освобождения. Под священным знаменем великого Ленина мы полностью выполним все то, что он нам завещал. Продолжение следует.